Всех приветствую, я Елена, канал Дачный Креатив. Следующая часть на тему каменистого сада, в этой части о подборе растений для ракариев и альпинариев. Подход в оформлении каждого отдельного сада или дачного участка является вопросом индивидуальным, и каменистый сад должен гармонично вписываться в окружающий ландшафт и дополнять планировку участка, и выбор растений, конечно, индивидуален. Но попробуем разобраться с принципом подбора растений для каменистых садов. Сразу хочу оговориться, принципы принципами навсегда нужно делать поправку на вкусовые предпочтения. Выбор сейчас очень большой. Важно, чтобы растения были неприхотливыми, зимостойкими, засухоустойчивыми, особенно для альпийских горок, не слишком требовательны к составу почвы и не требующими к себе особого внимания в уходе. Для альпийских горок немаловажно еще, чтобы растения были устойчивы к ветрам, желательно низкорослыми, даже почвопокровными. С ракарием безначительно проще. Растения, особенно хвойные, могут быть разной высоты, в разумных пределах, конечно. Главное, чтобы они мешали, не загораживали другие растения и гармонично сочетались. И немного примеров. Из разных групп растений называть буду видовые названия. Сортов, соответственно, значительно больше. И начну с многолетних растений. Ассортимент у многолетних растений просто огромен. Часто высаживают в каменистых садах молодилу или каменную розу. Много и видов, и сортов. Отличаются формой и цветом розетки. Некоторые сорта меняют окраску в зависимости от сезона. Очень красиво смотрятся. Кожистые листья блестящие, очень симпатичные. Далее алисум или бурачок. Засухоустойчив, светолюбив, со сладковатым запахом, соцветия из маленьких цветков. Много сортов с различной окраской. Распускается в мае, цветет больше полутора месяцев. Осенью может зацвести повторно. Далее армирия приморская. Засухоустойчивая, чувствительная к перевлажнению. Очень хорошо подходит для альпийских горок. Плотная розетка листьев и шаровидные соцветия, как у декоративного лука. Цветет практически весь сезон. Далее три вида гвоздик. Травянка, альпийская и перистая. Растут куртинами. Цветение очень пышное. Первые зацветает травянка. Остальные во второй декаде июня. Можно подобрать с разными сроками цветения. Будет очень красиво. Далее барвинок. Растет при любой освещенности. Цветы мелкие. Разных вариантов окраски и листвы, и цветов. Есть растения и с ваниегатными листьями. Далее камнеломка. Изящный, неприхотливый многолетник. Предпочитает солнце или небольшую тень. В ряде случаев цветет все лето. Размножается розетками, образуя низкую подушку розеток. Тоже очень симпатичное растение, похоже на молодила. Далее абриетта. Обильное цветение. Формирует ковер до 30 сантиметров высотой, до метров ширину. Листья зимуют. В мае появляются мелкие цветки. Цветет до полутора месяцев. Если побеги после цветения обрезать, будет цвести повторно осенью. Далее амшанка. Очень нежно стелющиеся растения, даже использующиеся в качестве газона. Образует плотный ковер с перистыми миниатюрными цветочками. В ракариях и альпинариях используют для высадки в углубление больших камней. Тоже смотрит очень симпатично. Следующее растение. Декоративно-лиственные стаки с шерстистой. Овечьи ушки или частиц византийский. Разные названия одного декоративного вида. Листья почти белые, из-за густого ворса. Мягкие. Словно шкурка пушистого зверька. Цветет розовыми цветами на высоких цветоносах. Такого же, как и листья цвета и фактуры. Тоже очень декоративные. Тоже листья зимуют. Только весной нужно будет старые листики убрать. Далее полынь шмитта. Нано. Голубовато-серебристая полынь. С мелко рассеченными листьями. Очень нежными. Образует компактный шаровидный кустик. Декоративно с момента отрастания и до конца вегетации. За сухоустойчивый. Не любит переувлажнение. У него действительно очень нежные, красивые серебристые листики. Очень декоративная полынь. Далее лаванда. Либо узколистная, либо обыкновенная. Пушистые кустики с яркими соцветиями-колосками. Великолепное растение. Как для бордюров, так и для альпийских гор и каракариев. Пепельные листья и ароматные цветы. Тоже очень декоративные, но немного капризные. Растение бывает так, что в средней полосе плохо зимует. Далее хоста. Про хоста, наверное, даже, может быть, и не стоило говорить. Все про хоста знают. Но для ракариев и альпинариев больше подходят невысокие хоста или совсем маленькие. Например, из группы мышиных ушек или ланцеты видные. Можно и средней рослые. Здесь огромное разнообразие сортов с разной окраской формы листьев. Я много снимала обзоров сортов хоста, в том числе и миниатюрных, и мышиных ушек. Ссылки вставлю в описании к видео. Далее гейхера. Очень декоративные растения. Родиной гейхеры считаются горные районы Северной Америки, где она больше известна как пурпурный колокольчик или пятнистая герань. Сортов и расцветок также очень много. Цветет на высоких цветоносах. За сухоустойчиво. Один раз в два года желательно подсыпать грунт под розетку листьев. Зимует она с листьями. Далее тиарелла или тиарка. Низкорослые многолетние растения. Родственница гейхеры. Прикорневая розетка с декоративной листвой и с изящными высокими цветоносами. Похожа на гейхеру. И гейхерелла. Это гейбрид, полученный скрещиванием гейхеры и тиареллы. Также много сортов и расцветок. Далее отчиток почвопокровные. Отчитки есть разной высоты, но для альпийских горок более подходят невысокие отчитки. Это многолетний суккулент. Сортов тоже очень много с разной и очень красивой окраской кожистых листьев. Длительное цветение. Цветы тоже разных окрасок. Далее живучка ползучая. Высоту вырастает не более 25 см в цветущем состоянии. Чаще живучки низкорослые. 10-15 см. С широкими листьями различной окраски. Окраска может быть и бронзовой, темно-зеленой, бутылочной. С металлическим отливом и розово-серой. Разные варианты окраски. И с цветами синего, голубого и розового цвета. Быстро очень размножаются и розетками с воздушными корнями и самосевом. Далее отцена бухана. Это оригинальное, но достаточно редкое почвопокровное растение до 5 см высотой, серебристо-серыми и слегка опушенными листьями. Далее яснотка пурпурная. Небольшая, до 30 см в высоту, весеннецветущее почвопокровное растение с красивыми серебристыми листьями и розовыми цветами. Также очень легко и быстро размножается. И с нотки. Бывают разные, разных сортов, но наиболее декоративно именно пурпурное. Далее вербенник монетчатый. Длинные ползучие побеги. Декоративный сорт ауреа. С ярко-желтыми солнечными листьями в форме монеты. И желтыми же цветами на коротких цветоносах. Цветы практически незаметны на фоне ярко-желтой листвы. Размножается, как и большинство почвопокровных, быстро и даже агрессивно. Далее зеленчук. Пестролистные ползучие побеги. Весеннецветущее растение многолетнее. Листья зелено-серебристые. Цветы желтые. Цветоносы невысокие, до 30 см. Очень быстро разрастается, занимает площадь вокруг себя очень быстро. Хороший для альпийских горок и для ракариев, и в том числе для различных клумб, для того, чтобы заполнить свободное место, если есть в этом необходимость. При посадке всех почвопокровных растений нужно учитывать их агрессивность. Практически все почвопокровные растения очень быстро расползаются и могут быстро занять большую площадь, так что нужно быть с почвопокровными растениями аккуратным. На самом деле они легко, в общем-то, выпалываются, если вовремя это сделать, если не запускать. Также многолетние растения. Бадан. Это вечно зеленое, травянистое многолетнее растение. Представитель семейства камнеломковых. Зимующими толстыми кожистыми листьями. Листья блестящие. Цветет весной. Соцветия бокаловидные. Окраска цветов различная. От белого ко всем отливам розового. Далее брунеры. Есть брунеры крупнолистные. Она повыше. Обыкновенная с зеленым листом. Из брунеры достаточно низкорослые. Это травянистые многолетние растения. Кустообразные формы. Высота до 50 см. На побегах есть небольшое опушение, даже немного колючее. Листики длинно-черешковые в форме сердца. Цветы голубого оттенка внешне напоминают незабудки. Поэтому часто брунеру называют незабудочником. Цветет весной. У сортов листья с разной окраской, в том числе много вариантов варегатной окраски. Зеленая с кремовым, с серебристым и т.д. Далее медуница. Это низкое травянистые многолетние растения. Прикорневая розетка состоит из множества больших листовых пластин с длинными черешками. Заостренные в верхней части. Форма зависит от сорта. От широко ланцетной до линейно-ланцетной. Множество вариантов окраски листьев. Варегатная зеленая с белыми пятнами, серебристая и т.д. Цветет весной. Цветки и бутоны на одном растении разной окраски. Например, при раскрытии розового бутончика появляется цветок лилового, белого, синего, либо голубого окраса. Быстро размножается самосевом. Даже иногда мусорит. Но тоже можно ее легко удалить. Далее синюха голубая или лазоревая, или ажурные колокольчики. По-разному называют. Пестролистные низкорослые сорта с голубыми, лиловыми или белыми цветами. Есть трехцветные сорта. Зелено-белые с розовыми оттенками. Ажурная прикорневая розетка листьев смотрится очень декоративно, даже без цветов. Но с цветами, соответственно, еще более декоративно. Цветет весной. Далее хаутуния. Достаточно много растений, из тех, что я сейчас сказала, у нас растут. Хаутуния в том числе. Многолетние почвопокровные растения высотой до 30 см. Листья сердцевидной формы. Окраска может быть разной. Зеленовато-голубого оттенка на стеблях с красным оттенком. Хаутуния имеет небольшие птилистковые белые цветки. Разрастается с помощью ползучих корневищ. Очень красивый пистролистный сорт хаутунии хамелеон, который растет у нас. Листья как светофор. Зелено-желто-красные. Цветки также декоративные. Напоминают маленькие калы. Любят солнце. В тени декоративность листьев теряется. Они становятся более зелеными или зелено-желтыми. Уходит красный цвет. Тоже я это показывала у себя летом в обзорах на дачу. Далее флоксов. Флоксов много, невысоких, которые подходят для ракариев и альпинариев. Весеннецветущие. И сейчас быстренько скажу о нескольких сортах. Флокс щеловидный. Низкорослая. Высота от 10 см до 25 см в зависимости от сорта. Листья напоминают шило. Очень много сортов. С разной окраской цветов. Разнообразие окрасок. Очень большое. От чисто белых до розовых. Голубых, сиреневых, фиолетовых. Различной насыщенности. Двух-трех цветов. Как у обычных высокорослых флоксов. В зиму уходит с зелеными листьями. Цветет весной и повторно осенью. Декоративно красивый флокс. Быстро очень разрастается. Для альпинариев идеальное решение. Флокс растопыренный. Невысокий флокс. У нас такой растет до 40 см высотой. Листья небольшого размера. Яйцевидные формы. Классический окрас цветов растопыренного флокса голубой или нежно-лавандовый. Немного реже встречаются цветы белого, лилового или розового цвета. Цветение начинается в середине мая и может длиться до конца июля. После цветения я цветоносый обрезаю. И очень низенькая, буквально, я не знаю, там до 10 см подушка листьев прячется под хостами. И еще немножко сортов. Коротко. Многоцветковый флокс. Цветки до 4 см в диаметре. Трубчатого, ранкообразные. Соцветия до 100 штук. С приятным запахом и большим спектром окрасок. Флокс дугласа. Имеет разные окраски. Также высотой до 10 см. Небольшие цветки объединены в соцветия по 3-5 см. Флокс снежный. Относится к ползучим ковровым видам. С мелкими душистыми цветками. Диаметром около 1,5 см. И совсем немного олуковичных. Буквально перечислю. Безвременники. Очень красивые пролески. Подснежники. Все весеннецветущие крокусы. Мускари разных оттенков. Повтюльпаны, птицемлечник, лук, рябчик императорский, гиацинты. Все это можно высаживать и в ракарии, и в альпинарии. Смотрится очень красиво. Сажать их можно рядом с хостами или с растениями, которые потом закроют их своими листьями. Потому что сразу после цветения их обрезать нельзя. И прекрасное решение посадить такие луковичные растения рядом с хостами. И на этом, наверное, всего не закончу. Это будет первая часть обзора растений для ракарьев и альпинариев. В следующей части уже продолжу. Буду говорить о травах различных декоративных для альпинариев и ракарьев, которые тоже очень красиво смотрятся в каменистых садах. Немного о хвойных растениях. Я снимала о карликовых хвойных растениях обзора, но немножко скажу еще. О вечно зеленых кустарниках, в том числе и о вересковых, о рододендорных и азалиях. Также о карликовых сортах декоративно-лиственных кустарников с разной формой окраски и листьев и красивым цветением. Растений, подходящих для высадки в альпинарии и ракарь, очень много. Поэтому даже очень коротко не получается сказать в одном обзоре. Так что буду продолжать уже в следующей части. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо. До новых видео. Пока.